Несмотря на рост курса доллара, который произошел в течение последней недели, то есть такого ажиотажа, который наблюдался, например, год назад, в декабре 2014 года, не видать. То есть есть небольшой всплеск, потому что есть клиенты, которые планировали достаточно серьезные покупки, которые боятся, что в ближайшие 2-3 месяца произойдет рост цен на те вещи, которые они хотели приобрести. Конечно, этим людям мы посоветуем сейчас спокойно идти, совершать покупки без особой спешки, но это оправдано. Потому что в течение 2-3 месяцев подорожание, если курс доллара останется на текущем уровне, будет 100%. То есть на сколько? Примерно процентов на 15-20. Существенных скачков не было, и каких-то грандиозных мы тоже не ожидаем, не предвидим. Есть, допустим, то, что мы уже точно знаем, с февраля это будет принято повышение на товары бытовой химии и на детское питание. Здесь все также объяснимо, есть весомая доля импорта, а и поставщики в предыдущем году, в 15-м, удерживали как могли, но мы со своей стороны тоже не принимали никаких повышений. Здесь уже никуда от этого не деться. В рамках 10% это будет принято повышение, это будет не раньше февраля, вот таким образом. Ну и, соответственно, то, что сейчас есть в наличии, оно остается во прежней цене. То есть надо понимать, что повышение касается только нового завоза. Ну а там можно еще успеть, я думаю, точно в феврале, а то и в марте приобрести то, что есть в наличии по прежним ценам, которые действуют сейчас. Население уже как-то привыкло и потратилось за предыдущий год. И, конечно, ажиотажа по валюте, как это было позапрошлым уже году, мы не наблюдаем. Видимо, люди, кто хотел купить валюту, уже купил, видимо, уже ее, наверное, и потратил. Ну, единственная какая тенденция наблюдается, что когда у населения заканчиваются сроки по рублевым вкладам, они частично перекладываются в валюту. Чтобы были какие-то очереди в кассах или ажиотаж по покупке долларов и евро, ну, в этом году я могу сказать, что все проходит гладко и спокойно. Чтобы увереннее себя чувствовать в этой ситуации, то есть свои сбережения изначально лучше, скажем так, разделять на несколько корзин. Это рублевая корзина, да, скажем, и валютная корзина. Тогда при этих колебаниях вы будете спокойно смотреть на телевизор и попивать чай, да, скажем так, не нервничать в этом случае. А сейчас, да, то есть определить для себя, какие у вас там расходы будут, какие у вас все-таки сбережения можно, и придерживаться этого правил. И в данном случае все-таки не рисковать, большинству бы я бы посоветовал не рисковать. Что касается инструмента, который более-менее позволит сохранить, это государственные облигации, потому что на сегодняшний день они привязаны к ключевой ставке. И если сейчас ключевая ставка 11% годовых, то мы, соответственно, сможем получить по этим облигациям 11-12% годовых. Сейчас эти облигации предлагают доходность вплоть до 14, можно найти. Но она будет постепенно снижаться, но не так быстро, как у банков. Красноярский край, если не брать федеральный бюджет, а брать региональный, он скорее выигрывает от того, что ослабляется рубль просто потому, что наши экспортеры продают свой никель, свой алюминий и так далее за валюту, за доллары, получают большую рублевую выручку, и, соответственно, рублей больше становится в бюджете. Да, этот рубль меньше стоит, мы это понимаем, но, тем не менее, перекрывается увеличение выручки, то обесценивание рубля, которое происходит.